Салют! С вами технокоммунистический клуб «Импульс» и я, товарищ Наташа. Если мы послушаем разговоры современных экономистов, то может сложиться впечатление, что рыночная экономика — это единственная работоспособная экономика в настоящее время. А плановой экономики как таковой либо не упоминают вообще, либо говорят то, что она полностью себя дискредитировала, приводя в пример советскую систему. Что на самом деле происходило в Советском Союзе? На самом деле в Советском Союзе плановая система вполне себе нормально функционировала и показывала результаты ничуть не хуже, чем рыночная экономика. Но со временем сложность систем в Советском Союзе начала расти. Больше заводов, больше каких-то новых производств, больше отраслей, потребности населения растут. Все это требовало внедрения новых технических решений, которые позволили бы справиться с таким потоком информации. А решения эти, конечно же, должны были быть основаны на ЭВМ — электронных вычислительных машинах. И такие решения на самом деле предлагались. Например, академик Глушков предложил внедрить систему ОГАЗ — общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации. Что это за система? Эта система должна была связать воедино все предприятия Советского Союза, и весь план, по сути, строился бы машиной. Вся эта информация обрабатывалась бы машиной. Она бы сводилась в какую-то единую статистику. Получалась бы обратная связь с предприятием. Мы узнавали бы о потребностях населения, о настоящих потребностях. И тогда бы коммунизм стал к нам на самом деле на шаг ближе. Но тем не менее, становится понятно, что такая система абсолютно невыгодна была советской номенклатуре. Советская номенклатура, по сути, сама занималась управлением. И если бы эта функция была у нее отнята, она бы утратила свое доминирующее положение. И в итоге, конечно же, эта инициатива Глушкова была зарублена. В итоге, мы все знаем результат. Плановая экономика Советского Союза, по сути, в итоге развалилась. Потому что современные технические средства в ней не были внедрены. Сейчас, на данном этапе, мы имеем все средства для того, чтобы воплотить систему АГАЗ или даже что-то покруче, чем это. И более того, вообще, коммунизм как таковой возможен только на определенном уровне развития производительных сил. И сейчас это уже вполне возможно. Но мы имеем капитализм сейчас, а не коммунизм. И без смены общественно-экономической формации, разумеется, внедрение таких систем на общегосударственном масштабе абсолютно невыгодно. Потому что рыночная система, она живет по своим законам. И эти законы рыночной экономики являются законами капитализма. Капитализму невыгодно, чтобы ресурсы распределялись просто рационально среди людей. Потому что сводятся на нет все движущие механизмы капиталистической экономики. Она не может работать вообще при общегосударственном рациональном планировании. Но в то же время для людей, разумеется, это очень выгодно, если эта система действительно работоспособна. Внедрение такой системы становится возможным только с приходом социализма и коммунизма. Только тогда мы сможем действительно рационально распределять ресурсы, а не как сейчас. Иметь где-то избыток ресурсов, а где-то недостаток нищету. Несмотря на то, что люди, которые живут в нищете, тем не менее, зачастую трудятся гораздо больше. Нам нужна именно такая система. И нам нужна новая общественно-экономическая формация, коммунизм. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наш клуб и распространяйте это видео. Субтитры создавал DimaTorzok